Транспортные пути Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических терророк. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требования времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Транснет – это еще и высокоскоростная система. 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 вдвоем, поэтому есть определенные технические сложности. Вот. Так, ну раз есть звук, все, тогда будем с небольшой задержкой, но начинать. Значит, как всегда, сейчас у нас будет гол... Опять зависло, да? Так, Виктор Бабурин говорит, что ничего у нас пока не будет. Вот, но мы, как всегда, проведем сейчас опрос, кто первый раз, кто не первый раз, кто инвестор, кто не инвестор. Вот, ну и по результатам у нас будет. Но сразу могу сказать, что мы начинаем существенно менять работу. Вот, это уже и пора. Вот, потому что здесь я вам могу сказать, что вот нас сегодня уже там вот сейчас 242 человека. Вот, с теми темпами, как мы начали расти, как мы, в общем-то, рассчитывали, то, конечно, прирост есть, но нам останавливаться это смерти подобно. Поэтому нам надо сейчас, как раз в этом и будет заключаться работа, чтобы понять, как расти, как развиваться дальше. Итоги мы подвели, наметили на следующий этап через три месяца, то есть где-то, как мы говорили, 28-29 июня, мы должны провести очную конференцию в Москве с участием не менее полутора тысяч человек именно для, скажем так, центрального федерального округа для Москвы и близлежащих регионов. То есть мы не будем, конечно, отказать никому не можем. Если кто-то захочет прилететь из других регионов, из других стран, мы ни в коем случае это отрицать не будем. Будут такие же условия, что участие в конференции зачитываются как инвестиции по чему курсу. То есть мы также будем рады всех видеть и со всеми работать. Но задачу основную, которую мы сейчас ставим, это все-таки региональные конференции. И та конференция, которая будет в Москве, это все-таки уже будет идти из разряда региональных конференций, двухдневных, где мы рассчитываем именно собраться и поработать с людьми, которые с нашими уже инвестиционными менеджерами и с нашими акционерами именно из средней части России. Параллельно, как мы уже говорили, на конец мая, то есть 28-29 мая, мы планируем провести конференцию для уже инвесторов, которые инвестируют 50-100 тысяч долларов и выше. То есть у нас такая категория заявок уже превысила 50, то есть мы планируем собрать 150-200 человек, именно как пока назовем их более крупные инвесторы, кто готовы сразу инвестировать серьезные суммы. Поэтому это отдельная работа и отдельные условия, как мы уже говорили. То есть здесь активность у нас особую на себя взял это Петр Кутумов из Самары, активно работает Алексей Сходовь из Челябинска, поэтому если что, обращайтесь к ним, они готовят под это специальное обоснование, работу, чат и так далее. То есть здесь работа будет заключаться для инвестиционных менеджеров в следующем, что акционеры, которые готовы прийти на серьезные суммы, но им необходим толчок, необходимы более четкие обоснования и информация, то для них надо организовывать поездку и рекомендовать им поучаствовать в очной конференции Друскиненкаи. Это курортный город в Литве, очень красивый, там будет свести сотни, десятки тысяч нарциссов одновременно в это время. Это красивейшее место и с бизнес точки зрения это очень удачная такой удачный пример бизнеса в постсоветском пространстве, потому что там мэр моего возраста, который за 10 лет, что он там был мэром, инвестировал, организовал инвестирование в свой город более полтора миллиарда евро. И это очень серьезный город, очень серьезная курортная зона, причем что в Литве ситуация, как и во всей Европе, особенно в Восточной Европе, очень сложная, кризисные явления, которые идут, они там проявлены особенно ярко, но тем не менее, это некий такой островок роста, и поэтому мы решили свой офис в Европе открыть именно в Друскененкае. У нас есть большая поддержка и мэра города, и правительства Литвы, то есть Антон Эдуард сейчас активно выбирает уже место под полигон, то есть сейчас есть порядка пяти очень серьезных предложений, вот я завтра вылетаю к нему с новым, то есть у нас еще происходят очень серьезные события, у нас появился новый председатель совета директоров нашей компании, это очень серьезный бизнесмен, очень серьезным бизнесом, который оставил свой нефтяной бизнес и перешел полностью к нам на работу, вот завтра мы летим как раз к Антону Эдуардовичу, делать план на работу, и вы обязательно с ним познакомитесь, он будет участвовать в нескольких вебинарах, я думаю, что в среду, когда будет час генерального конструктора, вот мы будем вести его уже все вместе, и Анатолий Эдуардович, и новый председатель совета директоров, я говорю, это очень серьезный бизнесмен, и я считаю, что нашей компании, ну, это серьезное развитие, когда люди такого уровня принимают решения, оставив очень интересный, выгодный бизнес, связанный с торговлей нефтепродуктами, перейти в именно венчурный, в направление перспективный, поэтому я думаю, что когда такого рода людей, такого рода бизнесменов у нас все будет больше и больше, то это говорит о том, что проект развивается, проект идет, и для нас это очень серьезное развитие. Еще я могу сказать, что я вот эти дни веду очень активные переговоры с руководством Академии наук, вот, у нас есть очень большой сторонник, это, я уже произносил, это Леонтьев, Леопольд Игоревич, это человек, который создал целое направление в материаловедении, то есть это все, что связано с лидированием стали, созданием новых образцов, с работой стали в экстремальных условиях, в низких температурах и так далее, и мы с ним, то есть он большой наш союзник, но сейчас мы наметили ряд очень таких серьезных шагов, как мы будем совместно с институтом стали и сплавов, с институтом материаловедения, работать новые образцы именно для тех задач, которые будет ставить перед ними Skyway, вот, поэтому это еще одно такое направление, я перед вами, так как меня компания уполномочила перед акционерами отчитываться, показывать, рассказывать, то все эти направления я более подробно на своих, во вторник и в четверг вебинарах расскажу, покажу, потому что это все будет добавлять и это все будет усиливать, это все будет показывать работу и мы это будем делать не просто голословно, а мы будем со временем, я думаю, мы и самого Леопольда Игоревича пригласим к нам в эфир, он нам активно расскажет, покажет, вот, еще, думаю, ряд активных людей там по экономике, там, еще, ну, какого фамилии я не раз произносил, все они будут у нас со временем, причем в ближайшее время появляться в эфире, все будут делать определенные доклады, им можно будет задать на определенные вопросы, вот, то есть, очень много вопросов там накопилось к Хазину Михаилу Леонидовичу, вот, видите, я даже забыл отчество, хотя, раньше с ним начался только на вы, только с придыханием, а сейчас, видите, подходит время так, когда, что даже он готов подключиться и рассказывать свое видение на развитие экономической ситуации, свое видение на развитие проекта, вот, и такого рода у нас будут появляться все новые и новые персонажи, новые и новые специалисты, и как раз вот на очной конференции, которую будем делать в Друзкининкай, мы как раз соберем такого рода экспертов, такого рода, А, да, сейчас Виктор запустит вопрос, какой раз вы на конференции, вот, это очень важно для того, что мы сейчас будем с вами планировать работу, значит, кто первый раз не стесняйтесь, то есть у нас форма такая работы, что те, кто первый раз входит, надо делать, говорить, отвечать, потому что у нас интерактивная работа, то есть то, что мы сейчас с вами делаем, это запуск нового проекта, в том числе по обучению, потому что Андрей Хабратов сейчас, вот он мне как раз перед конференцией буквально вписал, что он заканчивает делать предложение и форму по школе инвестиционного менеджера Skyway, вот, и соответственно мы сейчас с вами будем проводить, намечать работу, как эта школа должна работать, к чему она должна приходить, и соответственно какие результаты мы от нее ждем, вот, это очень важный момент, потому что сейчас, ну, исходя из того, как работает сеть и как устроена система, вот смотрите, нас 301 человек, то есть рекорд, который у нас был на прошлой неделе, это 405 человек, когда мы сделали все рассылки и собрали, это, конечно, за месяц, что мы с вами общаемся, вот, радует такой прирост почти в 10 раз, но с точки зрения возможности сети и с точки зрения нашей работы, нам, конечно, надо несколько намечать другие горизонты, я думаю, что к концу апреля наша с вами задача выйти, чтобы в вебинаре по понедельникам, который у нас был, где мы называем его введение в программу Skyway, и вторая часть, это основные принципы работы инвестиционного менеджмента Skyway, то есть это название мы менять не будем, и мы теперь будем постоянно проводить такую работу, сначала ее, ну, как это теперь уже заведено, уполномочен от компании я буду вести, со временем, прям в ближайшее время, со следующей недели к этой работе подключится Андрей Хавратов со своей академией инвестиционного, частного инвестора, вот, потом мы подключим центр, который там Алексей Суходоев ведет, Петр Кутумов, чтобы эти очаги начали, соответственно, появляться в разных регионах, и мы дальше эту работу увеличили, и дальше, чтобы активность по этой работе все больше и больше увеличилась, и к концу апреля, то есть реально через две недели, наша с вами задача, чтобы на этом вебинаре у нас было минимум 500 человек, а к концу мая, чтобы мы вышли на 2-2,5 тысячи, почему это очень важно, и сейчас это не просто цифра, не просто статистика, а это именно работа нашего с вами блока, то есть акционеров, которые подключились, акционеры, которые активно работают, почему это смысл и сейчас суть работы. Как мы уже с вами не раз говорили, и по сути программы, которую мы с вами ведем, мы ведем распространение информации о проекте, то есть о подключении новых участников, не через внешнюю рекламу, то есть когда мы говорим, что кто-то услышал, заходи на сайт, и получишь всю информацию, хотя заходы на сайт, Семенов у нас регулярно об этом отчитывается, и сейчас это уже приближается к 10 тысячам оригинальных заходов в день. Почему для нас это так важно? Потому что сегодня заходят люди, которые получили информацию уже от людей, которые к этой программе подключены, то есть от вас. А второй вопрос, который мы сейчас начинаем отрабатывать, это работа инвестиционного менеджера Skyway, то есть это не просто так название, это не просто игра слов, потому что кто сейчас уже стал акционером, а как показывает вот предыдущий опрос, что большинство, кто приходит, и большинство, кто сегодня с нами участвует, и мне это очень приятно, что это уже наши акционеры, наши соратники, и это те, кто поверил и пришел в этот проект, для нас это для под... так, это директор института металлогицы и категория. Это только просто, чтобы на конфетике пришли на первый раз и так узнать вообще, о чем мы говорим. А, ну то есть непосредственно к теме, то, что мы с вами говорим, введение в программу Skyway. Значит, смотрите, друзья, значит, что сейчас мы с вами будем делать. То есть, вот у нас зарегистрировано, что первый раз пришло 53 человека, с чем я вас поздравляю, это наши новички, которые только первый раз услышали о тех необычных вещах, которые будут ожидать его в ближайшее время. И каждый раз он будет новый, новый, удивительный, удивительный. И я 14 лет этим занимаюсь, могу сказать, что каждый раз не устаю удивляться, сколько нового возникает каждый день и каждый раз. Значит, а вот теперь для тех, кто у нас почти больше 130 человек, это кто уже четвертый и более раз, то есть это довольно-таки люди, которые слышали много раз о программе, значит, что мы сейчас с вами сделаем? Я для тех, кто пришел первый раз, коротко сделаю вводную часть, буквально там 5-10 минут, расскажу, о чем идет смысл. Вы это слышали уже 5-10 раз, неважно, это должно быть полезным укладываться. А дальше сразу скажу, какая у нас задача, то есть в чем заключается работа инновационного, инвестиционного менеджмента Skyway. То есть когда вы встречаетесь с человеком, неважно, какой уровень у него подготовки, неважно, как он относится к проекту, вообще к такому, то есть ваша задача первая это оценить и понять его уровень. То есть соответственно, насколько человеку интересно, насколько не интересно, насколько он интересуется будущим, насколько не интересуется, насколько его интересует завтрашняя экономика, насколько не интересует, то есть как он относится к пятому технологическому укладу, то есть к интернету и так далее, и так далее. И дальше должен быть ваш уровень квалификации, как вы понимая, насколько человеку это интересно, не интересно, можете ответить на все вопросы, который у него возник. То есть это задача инновационного менеджера. И дальше мы с вами должны отработать такую систему, чтобы неважно с каким человеком вы общаетесь. Вы общаетесь с академиком Леонтьевым Леопольдом Игоревичем, или вы общаетесь с академиком Глазевым, или вы общаетесь с человеком, который вчера занимался сетевым бизнесом, или там с инвестиционным банкиром, или с тем человеком, который хочет инвестировать тысячу рублей. Не важно, чтобы вы могли четко выстроить для него систему аргументации, чтобы она его убедила, и он стал акционером Skyway. То есть каким образом мы будем отстраивать эту работу? Мы для вас подготавливать будем, начиная с сегодняшнего дня, методические рекомендации. Вы формируете вопросы, которые еще нуждаются в освещении, и мы их все приведем к такому виду, чтобы вы, получив любой вопрос, входили в вопросник, находили на него ответ, и тут же человеку выдавали ответ, который будет содержать всю аргументацию, которую будут выдавать Юницкий Анатолий Дуарович со своими видеообращениями и построением графика. Где будут мои ответы, где будут ответы нашего юридического блока во главе с Виктором Бабуриным, где будет Семенов отвечать на все вопросы, связанные с техникой, с личной инкомитетой, с кабинетом работы платежной системы. И таким образом, чтобы вы, набирая методические рекомендации, могли выдать любой ответ любому человеку, и чтобы у человека не оставалось никаких вопросов по поводу того, что мы делаем, какая аргументация, и надо или не надо подключаться к этой программе. А наша задача, чтобы сейчас у нас порядка 5 тысяч подписчиков, и мы уже подошли к тысячу акционеров, наша задача, чтобы через 3 месяца у нас было как минимум 5-8 тысяч акционеров, и к концу года мы должны подойти как минимум к 100 тысячам подписчиков, которые зашли, зарегистрировались и интересовались этим проектом. Это ничтоженно малая доля населения, даже России, это доли процента, а уж про население Земли я вообще говорю не знаю. То есть потенциал роста у нас есть, куда двигаться есть, и самое главное, что те, кто ходит, и те, кто уже присутствует на этих вебинарах, наверное, понимаете, что первое, здесь звучит абсолютно не глупые вещи. То есть мы ставим такие вопросы, как экономики, будущее России, будущее уклада, будущие профессии, куда инвестировать, кризисы и так далее. И если посмотреть по вебинарам, которые мы за месяц сделали, на все эти вопросы ответы есть. Второй вопрос, что здесь звучат довольно-таки оптимистичные и утверждающие вещи, что мы создаем компанию, которая переходит в следующий технологический уклад, что мы создаем компанию по капитализации, примеров, которые есть, что мы должны превзойти те росты капитализации, которые нам показали Майкрософт, Цукенберг с Фейсбуком и Эйпл со своим Джобсом, так сказать, и так далее. То есть у нас есть весь потенциал для этого. И самое главное, что потребность и времени, и экономики, и людей, которые сегодня есть, заключается в том, что мы просто обязаны с вами это сделать. И мы собираем сейчас людей, которые первые в состоянии понять, принять, обработать эту информацию и дальше продвигаться дальше. Естественно, что 100% союзников у нас не будет, потому что есть всегда принцип людей, которые баба-яга против по определению. Поэтому нам нет необходимости агитировать 100% людей, чтобы они подключались к этой программе. Нам достаточно 2-3% населения страны, которой мы сегодня живем в евразийском пространстве. А если говорить про остальные страны, то нам достаточно всего 10% людей, которые готовы понять, принять и инвестировать в эту программу. В чем сложность того, что делаем мы с вами, находясь на евразийском пространстве? Потому что если взять западную зону, то есть европейское пространство, американское пространство, экономическое именно пространство, взять пространство Юго-Восточной Азии, они все имеют опыт положительный рост компании. То есть на их глазах выросли такие гиганты, как Gold Star, который потом трансформировался в LG и сегодня является монстром азиатской экономики. У них выросли Samsung, Hyundai, еще десятки и десятки компаний, которые на наших глазах возникли, то есть их еще 20 лет назад практически не существовало. Сегодня это уже мировые монстры. Samsung вообще в своем сегменте является ключевой компанией. Еще очень много, то есть вот эти вот так называемые азиатские тигры, они все выросли на наших глазах. И тот, кто вкладывался изначально в эти компании, он видел, как они росли, как они захватывали рынок. Потому что если бы кто-то сказал, что в электронике 25 лет назад будут лидировать или во всяком случае стоять на уровне с такими монстрами, как Sony, Sharp, Panasonic, Apple и так далее, Microsoft, будут стоять компании азиатского региона, а тем более уже китайские компании. А я вам вчера недавно в командировку приобрел себе новый компьютер, как это Sony, открываю, он сделан уже тоже в Китае. Понимаете, если раньше мы всегда гордились, что Sony это все-таки делается в Японии, то сейчас уже ничего подобного. Даже вот этот Sony, там самый-самый компьютер, который все равно делается в Китае. Это показатель изменения вообще экономики и изменения системы. Так вот, если они работают на фоне, что у них есть Zuckerberg, который вложил там тысячу долларов в программное обеспечение для того, чтобы написать программу для своего университета, потом подключил округ, а сегодня это миллиарды пользователей, это сотни миллиардов капитализации, то тот, кто вложился и заработал, у них есть положительный опыт. Если тот, кто вложился в Apple на первых этапах и, соответственно, получил почти четыре с половиной тысячи раз капитализацию акций, они тоже имеют на этом опыт. И они видят, что когда есть обоснование пятого технологического уклада, когда вопрос коммуникаций на тот момент был настолько востребован, что то, что показал Jobs и то, что потом реализовал в программном обеспечении Билл Гейтс, это было понятно и востребовано. И там был симбиоз науки, техники, бизнеса, то есть когда наука объясняла направление, куда надо двигаться, то есть когда был разработан пятый технологический уклад, но там много есть нюансов, то, что в этом участвовало агентство стратегических инициатив Соединенных Штатов, которые финансируются ЦРУ и то, что Билл Гейтс получал деньги от Госдумы. Основной вопрос в том, что наука была совмещена с бизнесом и возникло направление, которое капитализировало компании и миллионы акционеров от этого получили прибыль. То есть, понимаете, они живут на фоне, что когда есть востребованность и есть положительная динамика и положительный опыт. И мы с вами сегодня находимся абсолютно в другой ситуации. Мы имеем опыт МММ, мы имеем опыт МЛМ, мы имеем опыт кучи пирамид и кучи мошенников, которые работают на такого рода проектах. Мы имеем опыт АВЭ, когда декларировалось создание народного автомобиля, а деньги выводились. Мы имеем опыт Е-мобиля, когда было продекларировано о том, что создается автомобиль, какие-то деньги куда-то уходят. Мы имеем опыт венчурных фондов, куда государство вкладывает десятки и десятки миллиардов долларов, а куда они уходят, хотелось бы узнать и мне в том числе. Мы имеем опыт нанотехнологий, нанотех, где чиновники для чиновников создают компании и для чиновников же они работают. То есть, нет никакого, когда уходят десятки и десятки, а уже сотни миллиардов долларов и эффекта никакого. Мы имеем полностью сырьевую экономику, которая не показывает, как может капитализироваться венчурная научная компания. Мы имеем опыт народного IPO, когда государство задекларировало, что мы проводим IPO ВТБ, IPO Сбербанка, народное IPO Роснефти. И при этом все, кто туда вложились, потеряли в деньгах на своем рынке. То есть, фонд, то, что мы с вами делаем, абсолютно другой. И по сути дела, мы сейчас с вами пытаемся вывести новую венчурную компанию, нового технологического управления, ввести новую инвестиционную систему, которая рассчитана на народное финансирование, где люди должны поверить, имея весь отрицательный опыт вовне, и вывести технологию, которая, мало того, новая, еще и вступает в конкуренцию со всем очень серьезным миром, который есть. Поэтому, представляете, какая непростая задача перед нами стоит, и что мы сегодня с вами делаем. Но, я могу сказать, что если бы эта задача была простая, выполнимая, то ни о какой речи тысячи и в десятки тысяч процентов прибыли, которую может быть, не могло бы быть и речи. То есть, если бы было все очевидно, если бы все вклады, которые сюда делаются, были защищены государством, застрахованы и так далее, и все было бы очевидно, и все бы ученые говорили, что да, струнные технологии Skyway, это будущее, за этим пойдет, и это будет все развитие будущей индустрии на ближайшие 20-30 лет. Если бы все промышленники говорили, что да, без этой технологии не поедет, и мы знаем, как это сделать, все банкиры говорили, мы хотим вложить туда деньги, то никакой бы венчурности, никакой доходности не могло бы идти речь. Сейчас абсолютно другая ситуация. Мы обращаемся и мы работаем с акционерами, которые могут принять на себя риски, которые могут пойти в очень проект, который сегодня не очевиден, но они, исходя из этого, только они получат именно те прибыли, о которых говорят. Потому что, когда это станет всем очевидно, когда эти акции будут торговаться на биржах, не на сегодня венчурных, которые мы создаем, то есть мы сегодня запускаем несколько венчурных площадок, которые будут продавать именно эти акции через уже специализированные венчурные площадки и фонды. То есть мы это ведем и делаем, так сказать, и буквально в ближайший месяц и там, наверное, два, вот Виктор потом поправит меня, Бабурин, сколько нам осталось времени на то, чтобы торговать на официальных площадках и официальных венчурных вещах. Но что важно знать для вас, как для акционеров, и что мы хотим довести, что на венчурных площадках в Лондоне, на венчурных площадках, которые мы сейчас создаем в Европе, в Прибалтике, на венчурных площадках, которые мы будем, ну вот сейчас вот ведем переговоры создать в Азии, там в Юго-Восточной Азии, реализовываться акции будут все те же самые. То есть ни одной новой акции, ни одной новой компании не возникнет. То есть то, что изначально заложено, что имитировано определенное количество акций, они оплачены интеллектуальной собственностью, и только эти акции будут находиться в обращении, только эти акции будут проходить через реализацию, через венчурные площадки, через венчурные компании. И то, что мы сейчас фактически с вами создаем свою новую, такого рода краудтюбовскую, или краудфандинговскую систему инвестирования, это говорит о том, что мы сейчас, не играя по правилам, которые нам устанавливают в Британии и так далее, и так далее, мы начинаем делать свое, и по сути дела, если бы продавались разного рода акции, или реализовывались разные роды компании, тогда можно было сказать, что там одни правила игры, а здесь другие правила игры. Так как акции одни и те же, так как компания одна и та же, то, соответственно, неважно через какую площадку она идет. Важно, что это одна и та же программа, одни и те же люди, одна и та же инвестиционная компания и интеллектуальная собственность, и только она доводится до акционеров. Таким образом, скажем так, занятие первой школы инвестиционного менеджмента SkyWay, я считаю, как бы там она открыта, это вводная часть, а теперь коротко для тех вот 60 человек, которые пришли первый раз и пытаются понять, что же вот почти 340 человек здесь собрались, они, собственно, обсуждают и произносятся такие слова, как новый технологический уклад, шестой технологический уклад, инновационная технология и так далее, и так далее. Поэтому я коротко, буквально в нескольких фразах, а мы эти фразы должны отточить до такой образа, что каждый инновационный деятель, который работает в нашей компании, инвестиционный менеджер, неважно какого уровня инвесторов, он привлекает 1000 рублей, 100 тысяч рублей или 100 тысяч долларов, он должен четко понимать, первое, сам, о чем он говорит, второе, он должен относиться с пониманием той компании, которую он развивает, и третье, он должен знать, где взять материалы, чтобы аргументировать любой вопрос, который к нему адресован от потенциального акционера. Поэтому коротко сейчас, чтобы мы все отрабатывали, для меня же тоже это очень важно, я тоже тренируюсь, я тоже отрабатываю эту аргументацию и вопросы, которые сегодня для нас звучат. Значит, мы с вами находимся на занятиях и общении акционеров, и сейчас это уже можно сказать клуба людей, которые стали акционерами программы, которая называется Skyway. Skyway – это небесная дорога, это новое направление в развитии технологии, в основе которой легла почти 35-летняя разработка ученого Анатолия Гуаровича Юницкого, который разработал новое направление технологического развития, то есть который оптимизировал все задачи, которые стоят перед коммуникационной отраслью, это не совсем транспорт, это коммуникационная отрасль, которая должна передавать информацию, энергию и, собственно, грузы. И исходя из системы ее оптимизации, удешевления и требований, которые предъявляют время шестого технологического уклада, то есть сегодня это прежде всего экологичность, то есть не давление на природу, это экономия ресурсов, потому что сегодня металл и то, что есть связано с энергией перевозки и изготовлением подвижного состава, все требует того, чтобы мы могли передвигаться как можно больше, как можно быстрее и как можно дешевле. Так вот, оптимизировав эту систему, он создал и долгое время работает над системой, которая называется «Струнные технологии Юницкого». Кто входит в интернет, понимает, что это уже не один десяток лет ведется работа, и у этой истории очень длинная-длинная география. То, что мы с вами сегодня ведем, делаем, это возникло не вчера, не позавчера и даже не 10 и даже не 20 лет назад. Что у всего этого есть история. На сайте генерального конструктора есть полностью по годам вся хронология, когда зародилась, что, как развивалась, как далее. А мы с вами просто проходим сегодня второй раз уже это перерождение, и тот, кто подключается к программе, просто в очередной раз об этом узнает, что все это создано. Таким образом, Юницкий, как гениальный инженер, обобщив весь опыт развития коммуникационных систем, создал свою транспортную струнную технологию, которая легла в основу технологии, которая называется «Скайвэй». Почему она называется «Небесной» или «Скайвэй» технологией? Приносит это из ее наглядного премьера, чтобы увидеть эту... Виктор, я сейчас запускаю ролик, да? Не ролик, а фотографию, да? Сейчас я вам продемонстрирую технологию, продемонстрирую изображение, которое легло в основу именно названия «Скайвэй», то есть «Небесная дорога», то есть это ажурная эстакада, которая находится над землей, которая выполняет те же функции, что и насыпь у железнодорожного скоростного транспорта. Так, нет, извините, это я не ту фотографию вам скачал, это вот, прокомментировать, все ее уже видели. Это 14 лет назад строительство первого полигона, который осуществил... Так, а фотографию, которую я вам хочу показать, это вот эта. Все, что одевать, это одевать. Да, да я просто перепутал то самое. То есть я как раз хотел показать, именно где ажурность и что легло в основу именно самого понятия «Небесная дорога». То есть «Небесная дорога» это не какое-то абстрактное понятие, это не просто потому, что мы захотели, или не потому, что это высокие понятия, какие-то там связаны с чем-то свыше, а это просто физическое воплощение, что это дорога второго уровня, которая находится над землей, и где основу путевой структуры вызывает вот такая ажурная конструкция, то есть видите, это четкое наглядное понимание, что путевая структура, которая находится над землей, то есть небесная, и которая может выполнять те же функции, которые сегодня выполняет полотно. А автомобильная дорога держала 20 тонн, необходим насыпь, необходим бетон, необходим асфальт, необходимы содержания, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, все эти функции у нас выполняет вот эта вот небесная конструкция, поэтому раньше, ну как не то, что раньше называлось, а это струнные технологии, которые лежат в основе вот этого рельса, то есть он внутри армирован струной, которая позволяет дать жесткость, которая превышает в десятки раз вантовые мосты. Поэтому струнные технологии это основа технологии SkyWay, так же, как кремний, который лег в основе интегральных кремниевых микросхем, которые стали основой всего интернета, то есть то, что мы сегодня знаем, как технологию пятого технологического уклада. Так вот, точно так же SkyWay, струнные технологии, это основа трансмета, суть которой является преднапряженная струна, которая находится внутри рельса, а так же внутри рельса сразу зашита, почему это информационный и энергетический коммуникатор, потому что там так же зашито оптиковолокно, которое передает информационный сигнал со скоростью света из любой точки Земли в любую точку Земли. И второе, там зашиты линии электропередач со сверхпроводимостью, которые позволяют очень дешево передавать энергию на любые расстояния. То есть вот коротко я вам что показал и рассказал, то есть откуда родилось понятие SkyWay, почему это небесная технология, почему мы продемонстрировали и утверждаем, что 14 лет назад мы провели первые опытные эксперименты вот с такого рода лабораторией, то есть вот этот вот ЗИЛ, который мы очень сильно любим, и который выполнил свою роль в истории, как самолет братьев Райт, который полетел 17 декабря 1903 года, хотя вся официальная наука говорила, что аппараты летать тяжелее в воздухе не могут, вот то же самое нам говорила инженерная наука, что аппарат не поедет, он поехал. Мы почти 8 лет проводили испытания и таким образом доказали, что технология существует, что Юницкий как инженер абсолютно прав, и эта технология будет дальше развиваться. А теперь то, что мы с вами собираемся строить и то, что мы сейчас с вами приступили к строительству и что через год будет начато продемонстрировать на полигоне, а через два года уже будут проведены испытания. Через два года мы будем проводить испытания. Это скоростной модуль, то есть задача которого, это уже скоростной юнибус, то есть та же небесная эстакада, аэродинамичный модуль с уникальной аэродинамикой, которая позволяет перемещать со скоростью 500 км в час модуль, в котором находится до 20 человек, либо персонально, кому как нравится, на большие расстояния, с затратами меньше 100 км на 1 сажар. То есть это уникальные характеристики, уникальная система. И вот как раз демонстрация путевой структуры, где электрическая структура, по которой движется юнибус, обеспечивает идеальную ровность, очень дешевое строительство. Я бы называл цифры, что строится эта дорога будет со скоростью 200, переговоров с Академией наук, и еще мы встречаемся с рядом ученых. Я думаю, что, это мы тоже с вами пообсуждаем на вебинарах, я думаю, что скорость строительства будет намного выше. Скорость метров в минуту, если вы думаете, что это будут десятилетия, и на строительство будут уйти годы многие-многие, то вы глубоко ошибаетесь. Я думаю, что мы придем, и когда мы через 3 года продемонстрируем, и выйдем с технологии на рынок, мы будем обладать способностями строить трассы, такие как, допустим, Калининград, Владивосток, думаю, меньше, чем за 3 месяца. Я думаю, что эти цифры мы все будем обосновывать, смотреть. То есть это пока предположение, то есть Анатолий Дуарович пока твердо стоит на позиции 3 километра в сутки, вот, ну, конечно, так сказать, это сегодняшними как бы вещами, но те технологии, те ученые, которые сегодня к нам присоединяются, вот, а Анатолий Дуарович уже не раз говорил, что на базе технологии Skyway и то, что сегодня дальше, мы уже не то, что планируем, мы уже приступили к созданию, в общем-то, научного центра, который будет называться Sky Technologies, то есть это будет Sky Technology Center, то есть Центр Небесных Технологий, если переводить дословно. Это родилось из каких сегодня соображений и сегодня из каких вопросов, что к нам стали обращаться ряд ученых, которые обладают уникальными возможностями в изготовлении новых материалов, то есть такие вот, как сегодня Леонтьев Леопольд Игоревич, который является родоначальником именно нового направления в материаловедении, в металловедении, то есть это легирование стали. И вы понимаете, что те конструкции, которые мы будем делать, они будут абсолютно отличаться от того металла, который сегодня есть. И дальше мы будем выводить на рынок уже компании, которые будут в том числе владеть технологией создания новых материалов. Это следующее наше направление. К нам выходят ученые, которые создали новые электродвигатели, которые намного эффективнее сегодня, то есть мотор-колесо, которое мы можем вот в этих юнибусах применять. И сегодня то проектирование, которое осуществляет инженер Юницкий, он уже закладывает. И так далее, и так далее. Это новые материалы с точки зрения аэродинамичности, с точки зрения прочности, и так далее. То есть вся эта система, она будет абсолютно инновационной. То есть все направления, которые будут они себя внедрять и выбирать, это будут абсолютно новые направления. В двигателестроении, в материаловедении, в аэродинамике, и так далее, и так далее. А все это будет объединено в одно направление, которое называется Skyway. А дальше вот это вот Sky-технологии, которые будут, и тот центр, который все это будет объединять, это будет новый научный центр по аналогии с Кремниевой долиной. Мы долго думали, как назвать, и как подойти к названию такого центра. То есть говорить, что струнная долина или струнные технологии, это не совсем правильно, потому что технология настолько уникальна, что мы не хотим заимствовать никаких названий, поэтому это будет центр Sky-технологий, то есть это центр небесных технологий. И мы там, то есть задавали вопрос, что мы будем инвестировать и ту инвестиционную, и систему, которую мы сегодня с вами создаем, она будет инвестировать в много проектов, которые связаны со Skyway, то есть именно с построением самих трасс. Это вот мы с Андреем Хорватовым уже обсуждаем, это Одесский Skyway, то есть это очень хорошо звучит и очень хорошо выглядит эта компания, которая будет заниматься городскими перевозками в Одессе. Это полная замена трамваю, метро, автомобильному транспорту, автобусам и пассажирскому персональному транспорту. То есть это новая система, которая полностью изменит облик Одессы. Вот, и не только Одессы. Дальше, такие компании будут создаваться в каждом городе, а все они будут соединены потом сетями, которые будут называться сетью Transnet. То есть Transnet, это следующее развитие сети, если интернет, это объединение всех информационных и микроэлектронных технологий, которые соединены в одно пространство, которое называется Интернет. Так вот, Transnet, это следующее сеть, следующее воплощение. И артисты, которые мы сегодня выводим на рынок, то есть вот струнные трассы, это только Ространснет, это только порядка двух с половиной, трех миллионов трасс, которые будут построены на евразийском пространстве в ближайшие 10 лет. То есть это более чем 200 тысяч километров в год. Чтобы было понятно, что все российские железные дороги сегодня, это чуть больше 80 тысяч километров. То есть мы в год будем строить в три раза больше, чем сегодняшний весь РЖД вместе взятый. И по ним будут перевозиться не по 115 миллионов тонн сквозь с востока на запад, через TransSib, а будут перевозиться миллиарды, которые есть, причем на порядок дешевле и на порядок экономичнее. Так вот, акционерами компании вы сегодня стали, она называется Eurasian Rail Skyway System, то есть евроазиат, как раз показывает суть, и Российская Федерация, Ространснет, это примерно 10% от всех трасс, которые будет строить Eurasian Skyway. То есть карта, которую я завтра покажу, это дороги, которые... А пропало, да? Виктор, что-то пропало. Нет? Есть, да? Да, извиняюсь. Значит, Skyway, который будет строиться в Индии, в Китае, в Монголии, в Европе и так далее, он будет настолько выше. Так вот, я вам могу сказать, что капитализацию компании, которую мы с вами сегодня заложили, как идеал, не цель для своего роста, она рассматривается только из одного километра дорог на Евразийском континенте. Только одного миллиона. А их будет построено не миллион, потому что только в России будет порядка 3-5 миллионов. Мы думаем, что 5, но скептики говорят, что 3. Просто если такой сетки дорог не будет, то государство под названием Российская Федерация просто не будет существовать. Это абсолютная логика экономического развития. То есть страна, через которую проходит только одна магистраль с востока на запад и не связана никаким образом больше регионы и 90% территории страны находится вне транспортной коммуникации, такая страна в сегодняшнем мире существовать не может. Поэтому мы с вами здесь рассматривали как раз варианты будущего страны, России, российского будущего в евразийском пространстве, в мировом пространстве. И конференция, которую мы с вами проводили 29 марта, она носила название технологии Skyway русский прорыв. То есть без этих технологий никакого развития здесь не может, никакого развития мировой экономики быть не может. И страны под названием Россия, Российская Федерация, если мы через 10 лет не построим такого рода дороги, ее просто перестанет существовать. То, что я вам сейчас говорю, это никакие аполитические разговоры. То, что я вам сейчас говорил, у меня лекции есть 10 лет назад, 15 лет назад, то, что сегодня абсолютно слово в слово то, что я вам говорю. И даже одно время, когда был такой факт в моей биографии, когда я вел съезд Единой России, всей Единой России, на котором присутствовало более 4 тысяч делегатов, я показывал эту карту и говорил, что если Россия не встанет на путь строительства коммуникации, мы не сделаем страну с такого рода коммуникационной системой, то через 15-20 лет Россия перестанет существовать. Вот прошло 10 лет, и сегодня мы встали перед очень серьезным выбором, и я с нетерпением жду, когда наше правительство и наша научная мысль даст нам направление и покажет, в каком же направлении мы собираемся развивать нашу страну, потому что мы вошли в конфронтацию с очень серьезными силами, мы встали сегодня в очень серьезную позицию на мировой арене, и мы должны показать, что мы как русская цивилизация, как российская цивилизация, как евразийское пространство будем развиваться. И я с нетерпением жду, когда мне скажут, каким образом наши экономические и политические лидеры хотят развивать нашу территорию. У нас ответы на эти вопросы есть. И мы не дожидаясь, когда они примут решение, когда они соизволят строить такие трассы или дадут нам разрешение на строительство трасс через Байкал или через Херсон на Киев, мы не дожидаясь. Их мы предложили нашим акционерам подключаться к этой системе, и мы говорим, что мы никого не хотим ждать, мы никого не хотим спрашивать, мы говорим, что подключайтесь к этой системе и давайте создавать акционерную компанию, приходите акционерами, и мы никого не спрашиваем. То есть то, что мы сейчас с вами делаем в Литве, то есть выбрали полигон, начинаем строить, мы никого не спрашиваем, мы через год покажем первые образцы, через два года проведем испытания, а через три года выйдем на трассу и будем строить эти трассы, никого не спрашивая. То есть мы не будем спрашивать сегодня, дадут ли нам разрешение власти Российской Федерации строить трассу во Вьетнаме Ханой Хо Ши Мин. Потому что сегодня наши вьетнамские партнеры в один голос говорят, у нас живет там 120 миллионов человек и нам на расстоянии тысяча километров надо построить дорогу, которая будет за час сорок провозить из Ханой Хо Ши Мин и окупаемость этой дороги по нашему бизнес-плану будет меньше двух лет. То есть инвестиции, которые будут туда вкладываться, они меньше, чем за два года окупятся, а потом они будут только генерить прибыль в размере 100% стоимости этой компании. И нам никого не надо об этом спрашивать, потому что эта дорога нужна нашим партнерам во Вьетнаме. Мы никого не будем спрашивать, можно ли нам строить дорогу в Боливии для того, чтобы возить руду от месторождения Мутун до Бразильского побережья. Нам все равно, что об этом думает наша Академия наук, что об этом думает Академик Глазев. И вообще, кто об этом что думает. Мы с нашими акционерами построим образец в Литве, который покажет, что через нашу систему можно грузить 200 миллионов тонн руды, и дальше придут акционеры, которые захотят вложиться в это. Уже сегодня есть эти акционеры. И когда Юницкий говорит, что у нас портфель заказов 200 миллиардов долларов, это не пустые слова. Другое дело, что все говорят покажите. А для того, чтобы показать, надо вложить вот ту программу и те деньги, которые мы с вами осуществляем. И мы сейчас, то, что мы сегодня с вами делаем, мы 10 лет ходили, кого-то уговаривали, спрашивали, можно нам это строить, можно нам это инвестировать, или можно ли нам получить разрешение на это строительство. Так вот, несколько месяцев назад Юницкий принял решение, что хватит нам ходить, спрашивать, мы обращаемся к вам и говорим, что давайте строить. И как показала практика, вот эти три месяца, особенно последний месяц, вы не представляете количество акционеров, которые увеличиваются сейчас, каждый день. То есть, у нас идет график, и мы видим каждый день количество инвесторов, которые приходят и которые инвестируют. И сегодня, если там три месяца назад мы не могли себе позволить вопрос, обсуждать вопрос о покупке земли в собственность, то есть, сегодня мы не обсуждаем даже вопрос о аренде, на строительство чужой земли и так далее. Это только должна быть земля, наша с вами акционеров. И должна акционерная компания ей владеть, и мы не должны никого спрашивать. Так вот, сегодня я могу сказать, у нас уже десяток вариантов, как нам правительство Литвы и Латвии предлагает очень интересные условия и очень интересную землю под строительство полигона. Предлагают собственность, предлагают еще даже доплачивать за те рабочие места, которые мы будем там создавать. И, конечно, это другое условие. Мы не ходим и никого клянчим, не ходим, ни у кого спрашиваем. И как раз заслуга того, что с нами стали так разговаривать и мы поменяли абсолютно отношение к нам зависит от вас. То есть пришли вы как акционеры, мы собрали пусть небольшие деньги, но мы показываем динамику и мы сегодня говорим сегодня у нас тысячи акционеров, через три месяца будет 10 тысяч, к концу года будет 100 тысяч. И, соответственно, мы будем иметь такой объем инвестиций, который нам позволит реализовать, сделать. А как только мы показываем и демонстрируем, то сегодня у нас уже появились первые акционеры на 100 тысяч долларов и выше. В мае, когда мы всех соберем и покажем и продемонстрируем, то есть наша задача, мы специально позовем тех людей, которые сегодня инвестировали 100 тысяч долларов. И они это не скрывают. Это успешные бизнесмены, это серьезные, у которых стоит рабочий бизнес, и они не скрывают того, что они вкладывают эти деньги. Более того, один из наших сегодня очень важных партнеров продал свои акции на Люксембургской бирже, ну, точнее, пока не будем говорить, продал, дал команду своим брокерам продать акции на Люксембургской бирже и через Лондонскую площадку купить акции нашей компании. Это сразу же засвечивает всю ситуацию и на венчурном рынке и так далее, и для нас это очень важно. И он будет на встрече Друзкининкае, и он не будет скрывать, почему он принял это решение. То есть, это не то, что я купил потому что, а сегодня же интернет, сегодня же открытость абсолютно информационного постранства. Любой, кто знает фамилии, отчество этого человека, он может зайти и узнать, что да, у этого человека как минимум есть деньги, потому что он является владельцем и управляющим очень многих серьезных компаний. Он может позволить себе купить такие акции, для него это не последние деньги. И самое главное, он объясняет, почему он покупает эти акции. объясняет он очень просто, что сегодня мир настолько сложный и экономика настолько сегодня непредсказуемая, что сегодня инвестируя, казалось бы, банк первой категории в Соединенных Штатах, оказывается, что завтра этот банк банкрот. Сегодня вкладывая свои инвестиции в евро, может оказаться, что это менее эффективно, чем вкладывать, допустим, в юань или в рубль. То есть, сегодня настолько сложная и непредсказуемая экономика, что нельзя и ни один экономист сегодня не скажет, что более надежно и что менее надежно. А если мир настолько непредсказуем, то почему бы не вкладывать деньги и в страховые фонды и в такие роды венчурные проекты, которые могут дать большую прибыль. И этот человек сам будет это рассказывать и говорить, что да, я там получил прибыль за этот год и инвестировал в разные, особенно он продал там очень серьезный бизнес, связанный с реализацией нефтепродуктов. И это официальная абсолютно информация и продажа. И он в том числе вкладывает эти деньги в такого рода проекты. А для нас, как инвестиционные менеджеры Skyway, это все аргументы. И мы будем показывать, что вот есть люди, которые вкладывают такие деньги, вот количество акционеров, которое уже пришло, а вот программа, которая сегодня реализуется, и мы с вами показываем, у нас абсолютно открытость, куда мы собираемся вкладывать, мы абсолютно отчитываемся, что купим землю, показываем, проектируем, показываем, начнем строить, мы будем показывать, начнем испытания, мы будем показывать, нам нечего скрывать. Мы сегодня говорим, что мы ни копейки не аккумулируем сегодня в каких-либо сбережениях, поэтому нам все равно, что будет с рублем, с юанем, с долларом, с евро. У нас на три года вперед расписаны все инвестиции, которые придут. И наша задача реализовать и отчитаться перед вами о том, когда деньги потрачены, а наш перед вами отчет, это будет заключаться в следующем. Купим землю, покажем, соответственно, все документы на собственность, все это самое, покажем, что ей, этой землей и этим полигоном владеет именно та компания, которая капитализируется. Дальше, начнем строить, мы будем показывать, это все строит та компания, которая капитализируется. И дальше мы будем создавать проекты, куда это будет вкладываться с использованием этой технологии. И также будем показывать вопросы и принципы, как это будет капитализироваться. Так, ну вот, дорогие друзья, это такой краткий курс для тех, кто первый раз, услышал, для кто не первый раз, значит, это еще и занятие школы и инновационного центра, который будет создаваться в каждом регионе. А то, что мы сейчас с вами говорим, это курс инвестиционного менеджера SkyWay, чтобы вы имели аргумент, спокойно, на аргументах, с доказательной базой, любому сомневающемуся или с кем вы общаетесь, можете показать эту программу, представить и, соответственно, убедить человека, чтобы он, мы не говорим, последними деньгами продал квартиру, инвестировал для того, чтобы получить 10 тысяч процентов. Ни в коем случае такие подвиги и такие вещи нам не нужны. То есть, если это бизнесмены, значит, они должны инвестировать понятные для себя деньги, то есть, вот там ряд людей, которые я сейчас уже говорил, которые получают прибыль каждый месяц, каждый квартал, они все равно инвестируют и раскладывают эти деньги в какие-либо роды проекты. Так вот, наша задача, чтобы этот проект стал одним из тех, куда можно инвестировать постоянно, чтобы видеть количество акций, которые увеличиваются и видеть капитализацию, которая будет происходить. Ну, дорогие друзья, это как бы коротко, так, кто тут пишет, в одно ухо вылетает, в другое тень. для того, чтобы... Да, так сказать, То есть, для того, что... Ну, это я тебе дам. Виктор Бабурин вам кое-что еще потом расскажет по нашей текущей работе, как строится, что строится. А сейчас и как мы дальше будем строить работу по понедельникам. То есть, в понедельник у нас будет задача собрать первых, кто первый раз пришел, то есть, мы с вами пятницу, субботу, воскресенье работаем, с каждым своим образом, то есть, мы будем отстраивать работу, то есть, приглашать на вебинар. То есть, наша задача и наш показатель с вами работы, это должен, когда мы в понедельник включаем счетчик, и мы видим, что у нас понедельник, вот сегодня 351, следующий понедельник должно быть 500, еще через понедельник 700, еще через понедельник 1000. Это не просто пустые слова, она должна заключаться в следующем, что если вы являетесь инвестиционным менеджером, инвестиционным менеджером Skyway, то вы за выходные должны провести работу, разослать материалы, провести ряд бесед, сказать, а теперь приходи на вебинар, никто же не говорит, что выкладывай сразу деньги. Деньги сразу никто не просит. Более того, может быть, их вообще никто не просит. Мы говорим, что приходи послушать, то есть ваша задача сейчас, как инвестиционного менеджера, донести информацию до трех следующих потенциальных акционеров. Поэтому, смотрите, нас сегодня 346. Значит, соответственно, кто входит, кто выходит, вычитываем треть, значит, 200 человек, которые за выходные должны проработать, соответственно, донести эту информацию, значит, в следующий раз нас должно быть 600. Это в идеале. Вот, соответственно, дальше вы доводите эту информацию, дальше кто из этих людей принимает, не принимает информацию, движется дальше. То есть, мы видим динамику, как это двигается. Поэтому наша задача, наша задача это, так, говорят, неделю назад было 3500, сейчас речь идет, да, тут меня Виктор поправляет, чтобы я не отвлекался, так сказать, тут разные цифры, то есть, у нас есть статистика входа на сайт, статистика зарегистрированных на сайте, потом количество в личном кабинете, потом кто подал заявку на инвестирование, потом кто инвестировал. Соответственно, это разные цифры, и, соответственно, разная идет корреляция из одного и в другую. Так вот, сейчас первая наша задача, это вот как школы инвестиционного менеджера Skyway, это чтобы каждый месяц, точнее, каждый понедельник у нас увеличивалось количество, как минимум, один к полтора, один к двум. Вот если мы выйдем на эту цифру, будем считать, что мы с вами работаем нормально, мы отрабатываем аргументацию, мы отрабатываем убеждение, дальше мы перейдем к следующему этапу, это кто пришел, кто зашел на вебинар, кто подключился, получил информацию, потом кто из них становится акционером, то есть кто принимает решение подключаться к нашей работе и дальше нести это доброе и вечное в массы, так сказать, и, соответственно, убеждать других людей о том, о чем они еще не знают. Соответственно, уровень аргументации мы будем с вами отрабатывать, поэтому задача теперь, вопросы, которые у вас возникают, соответственно, которые я должен освещать и я должен давать ответ. Одни вопросы, значит, пишите, значит, мы вот с Алексеем, с Ходовым уже начали отрабатывать вопросы, он мне же дает рекомендации, соответственно, для вас, кто начинает убеждать человека, кто начинает работать с потенциальным акционером, вы пишите вопросы на чат, пишите вопросы к нам, подпишите нам, соответственно, постановку задач, что мы дальше с вами должны отработать. И мы с вами в несколько итераций, в несколько итераций, с вами отработаем ту аргументацию, что надо сделать. Вот пока наша общая задача, чтобы там, вы поверьте, для меня то же самое. Могу, кстати, вести такой эксперимент. Не то, что эксперимент, я буду каждый вебинар приглашать новых трех людей. Это будут либо политики, либо серьезные бизнесмены, либо серьезные, так сказать, это буду их показывать пальцем на сайте, начать и говорить, что вот новых трех, которых я привел. Вот. И, соответственно, дальше будем говорить. Это я буду перед вами отчитываться. Вы, естественно, передо мной все отчитаться сейчас. Это тоже для меня очень большая ответственность, понимаете, потому что каждый понедельник привести новых трех, соответственно, кто будет это слушать, а особенно нести перед вами ответственность, это тоже вопрос. Но вот я беру на себя такое обязательство каждый понедельник показывать трех, а еще, наверное, еще будут давать им слово, так как это все-таки мои, то есть это кто по моим личным рекомендациям, это кто мне не сможет отказать. То есть поверьте мне, что я смогу сделать там ряд предложений людям, которые не смогут отказать. Вот в ближайшее время я вот беру на себя обязательства Михаил Леонидович Хазина, кто слышал такую фамилию, а кто не слышал, зайдите в интернет и посмотрите интервью Хазина. Так вот я могу сказать, у него там по три с половиной тысячи в день заходов на сайт, и он ведет платные вебинары. То есть многие бизнесмены, чтобы пообщаться с ним в вебинаре, платят деньги. Так вот я беру на себя обязательство как-нибудь вот прям буквально в ближайшие две-три недели пригласить его на вебинар, он тут послушает, скажет свое несколько слов, там где-то положительных, где-то отрицательных, но во всяком случае, как человек, который сегодня, как экономист, наверное, в первой десятке экспертов такого уровня России, он присутствует. Ну и дальше буду еще так ряд приглашать, и соответственно в вебинаре буду перед вами отчитываться, кого лично я пригласил нового на вебинар. Именно по понедельник. Соответственно, я же то же самое жду от вас, что каждый из вас поработает, давайте примем решение, и каждый из вас приглашает еще трех новых человек, а потом еще введем отчет, что из этих трех пришел, кто будет дальше приходить, кто еще будет еще приглашать. Это довольно-таки сложная работа, но давайте ее вместе делать, потому что без этого у нас никакого развития не будет. Следующим этапом это будет уже кто стал инвестором, будем думать, как аргументировать, как защищать, как чтобы люди стали акционерами, как они инвестировали второй раз, и третий раз, и так далее, и так далее. И вообще наша система, наша инвестпроводящая система, которую мы с вами создаем, чтобы люди принимали решение инвестировать постоянно, то есть чтобы для людей, которые сегодня задумываются о будущем, задумываются о месте себя, своей семьи, своих детей, в будущей экономике, чтобы они понимали, что инвестиции сейчас в нашу компанию, это и есть инвестиции в будущее. Это и есть инвестиции в будущую страну, в ее создание, в ее процветание и так далее. И мы все это должны аргументировать, и если у людей есть на этот предмет сомнения, у акционеров, будущих акционеров, мы должны просто с вами профессионально, четко на эти вопросы отвечать, и чтобы у людей не оставалось никаких вопросов, почему Skyway и Rail Skyway и Eurasian Skyway это является основой Transnet, Eurasian Transnet, основой шестного технологического уклада, почему экономика Ковчега, которую мы с вами создаем и запускаем, не имеет альтернативы, чтобы мы спорили и доказывали ученым, которые говорят, что нет, надо инвестировать технологии в нано, в био, в роботы, вот сегодня как раз общался с учеными, которые говорят, 3D принтеры, которые будут металлическим порошком печатать детали и так далее, и так далее, я не отрицаю, что все это будет, это 100% будет, будут принтеры, которые будут печатать там нам колеса, двигатели, и так далее, и так далее, я не могу понять, почему это ВВП изменит, и почему эта технология, ну надо нам там будет там 50 миллионов юнибусов, но поверьте, на том производстве, которое есть в мире сегодня, их произвести, это очень простая задача, потому что они очень простые, технологические, как это изменит экономику страны, вот мне не совсем понятно в расчетах, или там как Анатолий Борис Чубайс говорит, что там рынок нанотехнологий будет там через 10 лет и называет какую-то цифру. Может быть и будет, но как это изменит экономику каждой семьи, как каждый человек будет получать из себя денег, мне вот это вот не совсем понятно. Когда мы говорим, что мы увеличим в десятки раз грузопотоки, и мобильность станет другая, и транснет по капитализации будет на порядок выше, чем интернет, мы эти цифры приводим, то есть мы приводим цифры в ВВП, сколько находится информационной, транспортной составляющей, мы приводим примеры, которые нужны сегодня в ресурсах, которые можно перевозить с помощью этой системы, мы привозим примеры, как будут развиваться города, урбанизация и, соответственно, строительство, и исходя из этого мы строим не то что свой прогноз, мы строим проект развития, и мы можем аргументировать, а когда нам говорят, а чем вы можете доказать это, мы говорим, а у нас строится полигон. Вот когда кто-нибудь еще может так сказать, тогда я говорю, да, я готов эти аргументы выслушать. А сегодня, когда идут голословные утверждения и умозрительные такие рассуждения политиков, ученых, чиновников, понимаете, когда чиновники тратят сотни миллиардов рублей на непонятно куда, то есть в Сколково, я вам как-нибудь покажу демонстрацию, сколько у них там зарплаты и сколько они уже куда зарыли денег, я вам могу сказать, что это даже сегодня не вызывает никакой, не то что улыбки, это вообще ничего не вызывает. Вот, если раньше можно было сказать тогда эти вопросы к правоохранительным органам, то сейчас я не могу сказать, кому задать вопрос, почему тратятся сотни миллиардов рублей на те проекты, которые просто являются абсурдными. Вот, понимаете, точно так же и нам говорят, что ваш проект тоже абсурден. Так вот, мы аргументируем, ребята, мы из бюджета, не то что не берем ни одной копейки, мы вообще говорим, нам не надо сегодня общаться с бюджетом. Мы сами найдем инвестирование, и тот краудфайдинг, который мы сегодня запускаем, и акционеры, которые приходят, они нам перекроют то количество инвестиций, которые нам нужны. Мы сегодня создадим систему, которая аккумулирует средства намного больше, чем нужны для запуска этой программы. И мы сегодня с вами уже будем прорабатывать, как эту же систему использовать для финансирования конкретных проектов. То есть я уже произносил, у нас сегодня есть бизнес-планы просто бриллиантов мировой экономики, которые капитализируются, то есть там при вложении десяток миллиардов долларов, окупаемость этих проектов меньше, чем полгода. Больше нет в мире таких проектов, а мы их сегодня будем создавать и делать. Второе, мы сегодня вот этот центр Sky-технологий, то есть Global Sky Technologies, которые мы сегодня создаем, мы сегодня будем капитализировать те технологии, которые нам нужны для производства двигателей, новых материалов, системы передачи и так далее. и так далее, и так далее. То есть мы сегодня будем с помощью инвест-проводящей системы инвестировать в эти проекты и вам будем показывать, что сегодня выгодно вкладываться в создание новых электродвигателей, создание новой системы информационного обеспечения, в световую нанофотонику и так далее, и так далее. То есть мы будем показывать, и мы будем создавать этот научный центр, который будет называться Global Sky Technologies. Поэтому это как раз аналог струнной, аналог Кремниевой долины. Но мы знаем, зачем нам это надо. Мы знаем, куда мы будем применять эти разработки и технологии, с которыми нам придут ученые. А их сегодня десятки, десятки и сотни, которые имеют изобретения, но не знают, куда их деть. Так вот, мы сегодня создаем не просто инвест-проводящую систему, которая будет аккумулировать средства акционеров для решения проектов. Мы еще и сегодня создаем интеллект-проводящую систему, которая будет аккумулировать все изобретения, все научные разработки, и не только у нас в стране, а во всем мире, и направлять их в конкретную реализацию. Поэтому планы у нас очень большие, очень серьезные. Дальше мы будем еще собирать систему, которая будет нам генерить менеджера, потому что будут создаваться десятки, сотни тысяч проектов, которые должны потом управляться. И управляться кем? Тоже вами. Это тоже третья система, которую мы будем создавать. Ну и так далее, и так далее. То есть по глубине, как мы будем с вами уходить, эта граница, в общем-то, не имеет. Так, на все технические... Тут вот сертификаты... Это Виктор Бабурин вам по всем техническим вопросам ответит. Все эти вопросы как бы есть. Моя задача сегодня нашей первого занятия инвестиционного менеджера SkyWay это донести следующее. Что программа существует, она стартовала. Что она имеет очень серьезные горизонты, и она будет развиваться и развиваться очень серьезными темпами. И что сегодня все жители нашей страны и земли делятся на две категории. Первая, это кто уже стал акционером, и кому, в принципе, это счастье еще предстоит. Так вот, наша задача отработать таким образом, чтобы количество людей, подключающихся к нашей программе, росло многократно. А мы, соответствующие, выстроили такую программу, чтобы кто работает в этой системе, и кто становится инвестиционным менеджером SkyWay, кто подключается к этой работе, чтобы он имел возможность зарабатывать и капитализироваться уже сегодня. Не через 3-5 лет. То есть система отстроена таким образом, что доход можно получать уже сегодня. И он складывается только из того, что мы за счет огромной капитализации интеллектуальной собственности, которую мы закладываем, мы можем часть этой будущей прибыли перераспределять уже сегодня через инвест-проводящую систему, и чтобы интерес у людей, которые работают, был сегодня, и капитализация была сегодня, и это стало доходным бизнесом изначально, а не в будущем, который будет через 3-5 лет, то есть через 3 года, когда мы отрабатываем эту систему сегодня. И нас постоянно будут справнивать с МММами, с пирамидами и так далее, и так далее, на что мы будем всегда отчитываться и показывать, что все инвестиции, которые идут, они все до копейки вкладываются в разработки, и мы этим отчитываемся. А ту часть, которую мы сегодня перераспределяем через инвест-проводящую систему, это перераспределение прибыли тех акционеров, которые сегодня уже подключились. Ну, в общем-то, я думаю, что для первого занятия нам сегодня достаточно. Так, следующий. Завтра у нас будет, как всегда, научная часть, инвестиционная, которая будет опять связана с кризисом и с развитием технологий, когда мы покажем, что сегодня самый большой кризис в индустрии, который возник, это горно-рудная промышленность. Устал? Ну, надо ему ответить. Ну, так ответим, так сказать, на все вопросы ответим. Вот, так что давайте, завтра у нас будет очередной экономический семинар, который я буду вести уже из Литвы, как раз вместе и Анатолий Дуарович будет, и новый наш председатель совета директоров. В среду у нас, как всегда, час генерального конструктора, когда технические вопросы, развитие программы, то есть как автору, владельцу, разработчику и, собственно, идейному вдохновителю Анатолию Дуаровичу Юницкий он будет вести. В четверг опять экономическая часть. Ну, а с понедельника мы уже с Хавратовым будем дальше вести школу инвестиционного менеджмента. Все, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До завтра. Передаю слово Виктору Бабурину. Он с вами сейчас по технической части кое-что расскажет и сделает. Все, спасибо за внимание. Дорогие друзья, значит, вопрос по поводу отчетов возникает. Значит, 2015 год. Компания отчитывается в 2015 году. Кто не собирается до этого момента инвестировать, мы никого не заставляем. Это как бы ваше абсолютно спокойное решение. Значит, так, попросили меня сказать, что сегодня заканчивается период по поводу начисления процентов, точнее, бонусных акций за участие в конференции, поэтому просим... Телефон ваш звонит. Просим не затягивать. Вот, значит, заканчивается в 14 апреля дисконт текущий, поэтому тоже просьба по времени тайминг соблюдать. Так, остальные компании зарегистрированы. Это есть объяснение у нас и в группе ВКонтакте. Это наше дальнейшее развитие уже на остальные континенты. Бизнес передать по наследству. Вы можете передать акции по наследству. Акции являются таким же имуществом, как и все остальное. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации все подробно объясняет. В первую очередь, супруг, дети, родители. Так, по... Что за компания проводила оценку? Это конфиденциальная информация. Основное то, что компания зарегистрирована. Вы можете получить уставные документы на всех сайтах Великобрит. Там много специализированных компаний, которые этим занимаются. И там увидеть то, что акция оплачена. Это все прозрачно. Это все принято. Это все есть в интернете. Так. Это венчурный проект, еще раз говорю. Венчурный проект, господа. Тут не надо говорить воздух, это МММ и прочее. Да, это высокорисковая, достаточно долгая история. Мы это не скрываем. Так. Все. Если у вас вопросы закончились, тогда спасибо за внимание. Мы будем заканчивать. Все. Благодарю. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.